Музыка На сегодняшний день там уже от Молодой Гвардии до Седьмой Пересопской существует полоса, общее количество полос 5 штук. Мы планируем за счет изменения разметки, в некоторых местах идет сужение полос, минимальная ширина 2,75 метра, добавить шестую полосу. Что нам это даст? Помимо изменения разметки мы установим специальные металлоконструкции, их будет около 15, на которых там будут размещены специальные светофоры для регулирования движения по реверсивным так называемым полосам. Если коротко, шестая полоса позволит нам каждое утро в час пик по сути 4 полосы поток направлять в сторону города, когда это будет где-то с 7 до 10 часов утра. А с 5 до 7 часов вечера точно так же переключать с помощью реверсивных полос транспортные потоки, 4 полосы будут фактически двигаться в сторону уже поселка Котовского. То есть тем самым мы существенно повысим интенсивность транспортных потоков, которые идут по Николаевской дороге. Получается, что эти полосы не будут на постоянной основе полосами общественного транспорта. Они будут действовать строго по расписанию в определенные, ну в часы пик, в часы пик утром и в часы пик вечером. Сейчас полоса, которая там существует, она идет, во-первых, в одном направлении, то есть в сторону города. Естественно, она создает какие-то неудобства автомобилистам и вызывает массу нареканий. Мы, в принципе, достаточно подробно исследовали этот вопрос, изучили пропускную способность Николаевской дороги, посмотрели поток, посмотрели, какие виды транспорта по нему едут. Сейчас, надеюсь, мы еще проведем такое микромоделирование транспортное для того, чтобы подтвердить нашу гипотезу. Предварительно мы посчитали, что на организацию дополнительной полосы нужно около 8,5 миллионов гривен. Что входит в эту сумму? Во-первых, металлоконструкции, да, то есть это такие огромные фермы, которые по сути шириной там около 21 метра, высотой там 7-8 метров, на которых можно будет расположить светофорные объекты, которые будут регулировать движение по реверсивным полосам. Таких ферм будет установлено около 15 штук, будет закуплено около 70 светофоров новых для того, чтобы по второй полосе, 9 контроллеров. То есть эти все вещи, конечно, достаточно дорогостоящие. То есть металлоконструкции в этой сумме около 4 миллионов гривен, светофорные объекты, их по сути там больше 70 штук, где-то в районе 3 миллионов вместе с контроллерами. Ну и там какие-то незначительные цифры, это в первую очередь нанесение, удаление старой разметки и нанесение новой разметки. На сегодняшний день эти светофорные объекты, ну если мы говорим о светофорных объектах, которые регулируют непосредственно реверсивное движение, они находятся на так называемых растяжках, да, то есть между, по сути, опорами натянут трос, на которых находятся эти светофорные объекты. Но в случае какой-то дополнительной там нагрузки в виде ветровой нагрузки или осадков, или обледенений, или еще чего-то, это все, мягко говоря, ну не очень надежно. Поэтому мы как бы хотим уже сделать качественно. Для этого вот как раз и предполагается установка таких металлоконструкций. Существующие светофорные объекты там, где возможно, будут оставлены, я имею в виду стационарные, которые регулируют движение, но есть желание их перерегулировать, скажем так, исходя из текущих реалий. Дело в том, что на сегодняшний день у нас в городе всего около 370 светофорных объектов, из них 148 находятся не в единой системе. Это значит, что мы не можем удаленно управлять трафиком, подстраивать светофорные объекты под, скажем, часы пик. Для того, чтобы его там перенастроить, надо выслать бригаду, которая будет там в ручном режиме изменять параметры микроконтроллера. Сейчас задача номер один, это как минимум провести модернизацию этих светофорных объектов, которые располагаются на основных путепроводах, соединяющих спальные районы. И я думаю, что если мы эти работы сделаем, то существенно повысим проезжаемость наших улиц. Да, у нас уже есть в принципе наработки по схеме движения, это вот седьмой Пересыпской до Пересыпского моста, но там требуется дополнительное как бы исследование, потому что там есть свои нюансы с шириной проезжей части, и надо посмотреть, какие решения там лучше применять, потому что все-таки хочется перейти к транспортному моделированию, да, то есть не просто там методом научного тыка проводить какие-то работы, а сначала, как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь. Вот это должно стать нашим девизом. Ну, забегая вперед, скажу, что сейчас мы уже ведем работы над тем, чтобы внедрить так называемую транспортную модель города. То есть это современный такой инструмент, который позволяет моделировать различные транспортные сценарии с учетом конфигурации города. Мы по этому перекрестку уже достаточно длительный период ведем переговоры, в первую очередь с нашими европейскими партнерами, вот компания Эджис должна нам помочь в том, чтобы сделать микромоделирование транспортных потоков на этом перекрестке, чтобы предложить какие-то решения. То есть как только у нас будут эти данные, исходя из того, какой сценарий там, скажем, будет более приемлемый для того, чтобы провести там модернизацию этого перекрестка, тот будет как бы запущен. Пока мы север-юг, по сути, пассажирский транспорт, общественный транспорт это приоритет. То есть если мы сейчас после реконструкции новощепного ряда этот маршрут запускаем, то он уже позволит переориентировать какую-то часть пассажиропотока и людей на общественный транспорт. А дальше микромоделирование покажет уже, какая конфигурация должна быть у этого перекрестка. Но то, что его надо модернизировать, это однозначно. То есть нам сейчас для того, ну, деньги на самом деле были выделены в прошлом году, но они были выделены, скажем, немного поздновато. А, скажем, температурный режим по нанесению дорожной разметки, это не ниже 7 градусов. И осенью, конечно же, невозможно там нанести эту разметку, поэтому деньги вернулись в бюджет, были возвращены. И сейчас для того, чтобы выполнить эти работы, требуется около 8,5 миллионов гривен. Для этого надо предусмотреть дополнительные бюджетные призначения для проведения этих работ. Ну, мы сейчас как бы как раз работаем с нашими коллегами по городскому совету, для того, чтобы этот ресурс изыскать и до лета уже запустить новую модель на Николаевской дороге. Спасибо.